Лестницы, здания, бордюры, парапеты. Любители экстремальных видов спорта используют любую возможность, чтобы повысить свой уровень и научиться делать более сложные трюки. Но, безусловно, городская инфраструктура не предназначена для выполнения упражнений на велосипедах BMX, скейтбордах и самокатах. Для этого нужно профессиональное оборудование, где четко рассчитана высота, ширина фигур, чтобы удобно было брать разгон и приземляться. Небольшой скейтпарк в Сарове есть. В 2015 году его оборудовали на стадионе Икар. Там ребята катаются на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Они оттачивают свое мастерство и даже выступают на городских мероприятиях. На площадке установлены несколько фигур, но со временем они пришли в негодность. Сейчас он сгнил полностью. Вот там большая фигура, она сгнила настолько, что на ней уже нельзя кататься. Там сгнил каркас, фанера. И его разобрали. Он сейчас стал травмоопасен. Есть скейтпарк на товарной базе крытый, но там можно кататься только зимой. И сейчас в данный момент кататься негде. Ребята обратились в администрацию с просьбой помочь с восстановлением оборудования на площадке и получили положительный ответ. Ремонт начался и пока находится на стадии демонтажа. С некоторых фигур уже сняли сломанные детали. Как рабочий сказал, что через неделю его должны починить. Но как он сказал, что материал до сих пор нет. Но начал он где-то 2-3 назад починить. Он разобрал его и материалы нужны, чтобы починить его на время. Кстати, для производства оборудования для скейтпарков используется ламинированная фанера определенной толщины. Этот материал более прочный и устойчивый к влаге. Фигуры приходят в негодность не только от погодных условий, но и от нагрузки, когда спортсмены приземляются на них после разгона. На скейтпарке возле стадионной кар фигур немного. Ребята мечтают еще о нескольких, чтобы можно было отрабатывать более сложные трюки. Желательно, чтобы было больше других. Например, пирамида. Ее тут нет. Она есть на товарной базе, но товарная база закрыта. Поэтому, надеемся, временно ребята снова оказались на улице. Да и собираться им пока нельзя, так как заниматься спортом разрешили только воспитанникам спортивных школ. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.